Начнём рассматривать плетники с пехотным расчётом. Видим очень хорошо отлиты детали. Очень хорошо видны все складочки, ремни, лица. Нету замыленности. Хорошо видны пилотки. Также оружие очень хорошо отлито. Нету ни утяжин, ни следов оттолкателей, ни облоя. Всё очень хорошо отлито. Два литника с шофёрами. Один литник. Мы видим шофёр в пилотке. Тоже очень хорошо сделаны все складки. Гимнастёрка. Хорошо видны медали. А второй шофёр нам дан фуфайки и зимней шапки. Два одинаковых литника. Грузовика с реактивными снарядами и ящиками. Этим литникам также замечаний нет никаких. Теперь рассмотрим литники британского грузовика ВОД-6. Здесь мы видим детали. Двигатель, рессоры, двери, мосты. Как бы на данном литнике детали от разных частей автомобиля. Всё очень хорошо отлито. Шва пресс-форм особо не вижу. Облоя, утяжу тоже не видим. Очень хорошо всё отлито. В наборе два литника. Здесь у нас канистры, дуги. Видим сиденья и какие-то баки. Очень хорошо отлиты мелкие детали. Два литника с дисками для колёс. Покрышки у нас резиновые. Я их не распаковывал. Резина есть резина. Литник с деталями кузова и раны. Хорошо очень показана фактура. Следов от толкателей не вижу. Есть маленькие такие, практически незаметные. с тыльные части деталей. И здесь литник с деталями кузова, кабины и раны. Всё так же очень хорошо отлито. В наборе присутствует плата фототравления, две решётки и ещё что-то. И так же в наборе присутствует плата с прозрачными деталями, то есть со стеклением кабины. Очень хороший пластик, очень хорошая прозрачность, поэтому интерьер в кабине будет через данные стекла очень хорошо видно. Ну а теперь рассмотрим грузовик ВОД с реактивной установкой БМ-13. В большинстве литники точно такие же, как на бортовом грузовике ВОД. Но здесь присутствуют дополнительные литники с установкой. Очень хорошо всё отлито, никаких претензий пока нет. Посмотрим, как будет модель в сборке. Здесь видим литник с баками, с элементами кузова, рама. Литник с элементами кабины. Два одинаковых литника с канистрами, сидениями и дугами безопасности. Это литник для реактивной установки. Смотрите, очень хорошо отлиты мелкие детали. Тоненькие рычажки, тонкие ручки. Всё очень хорошо отлито, без каких-либо дефектов. И три одинаковых литника с направляющими для реактивных снарядов. И видим на литниках реактивные снаряды. 130 мм данный снаряд. Я думаю, при попадании наносил очень хороший урон. Два литника с дисками для колёс. Также в наборе даны резиновые покрышки. Довольно неплохо выполнены. Укладка фототравления. И литник с прозрачными деталями. Очень хорошее литьё, хорошая прозрачность. Набором я очень доволен. Ну а теперь подведём итог по набору компании ECM DS3512. Набор мне очень понравился. Понравилось очень наполнение набора. Два грузовика, расчёт, водители. Я считаю, очень достойный набор. Особенно для любителей диорам. Купил набор и ты имеешь сразу хорошую диораму. Качество пластика очень порадовало. Инструкции напечатаны отлично и понятно. Данному набору я даю 10 баллов из 10. Ну а теперь посмотрим, как он будет собираться. Ещё раз хочу поблагодарить компанию ECM за то, что они делают очень интересные модели. Очень интересные новинки. Продолжайте дальше радовать нас, моделистов. На этом видео заканчиваю. Всех благ вам, вашим близким. Творческих успехов и финансового благополучия. До новых встреч! Продолжение следует...